СОКРОВИЩА АЙ ТОДОРСКОГО МЫСА Этим именем обозначается на всех картах Черного моря скалистая возвышенность недалеко от Алубки, известная всем морякам, так как на ней находится маяк, освещающий большую часть юго-восточного побережья. Ученым-археологам она знакома как местность, богатая развалинами загадочных исторических памятников. Ай Тодорский мыс простирается от развалин древней стены, кладка которой местами напоминает циклопическую и состоит из большого количества подземных построек. Их стены оштукатурены цементом и сохранились до настоящего времени. Были они погребами, как считали геноэсцы, или жилищами, или же гробницами, определить трудно. Простой народ слагал об этих постройках легенды. Вот одна из них. В давно минувшие века семь юных богатырей влюбились в одну царевну, и каждый попросил у ее отца руки девушки с условием, что кого бы из них она не избрала в мужья, остальные останутся ей верными и послушными братьями. Вы все так хороши собой, отвечал небогатый отец, что дочь моя затрудняется с выбором. Остается единственное средство. Предпочесть того из вас, кому удастся наполнить мои погреба золотом, серебром и драгоценными камнями. Даю вам годовой срок на выполнение этого условия. Братья решили действовать заодно, чтобы красавица досталась одному из них по жребию. С этой целью они явились к подножью Айпетри, которая в то время была наполнена драгоценными камнями и дорогими металлами, и, построив на Айтодоре множество погребов, принялись свозить туда сокровища. До конца срока оставалось всего несколько недель, как вдруг братья получили весть, что их невесту отец, вопреки договору, обручил с каким-то принцем. Это известие до такой степени возмутило богатырей, что, закрыв входы в свои погреба и набросав на них много битого камня для отвлечения подозрения, они вооружились и направились к невесте, чтобы разгромить царство ее отца и взять ее как военную добычу. Узнав об этом, хитрая царевна вышла к ним навстречу и, радостно поприветствовав, увела их в свои чертоги. Затем без труда убедила, что все услышанное ими ложь, и что она по-прежнему молит Бога, чтобы ей выпало счастье, сделаться женой одного из них. Простодушные братья поверили ей и отправились пировать. Воспользовавшись этим, жадный царь с дочерью подробно расспросили богатырей, где они скрыли сокровища, какими путями туда удобнее проехать и по каким знаком отыскать входы. Три дня спустя разнесся слух, что семь богатырей найдены были мертвыми далеко за городом. Кто их умертвил, осталось тайную. Но вскоре после свадьбы царевны стало известно, что несчастные братья были отравлены жадным царем. Также говорили, что перед последним вздохом они единогласно произнесли заклятие, отдавая сокровища в распоряжение злых духов, пока не найдется человек, который отомстит за их смерть. Тем же, кто даже случайно взглянет на эти богатства, суждено было навсегда лишиться рассудка. Узнали о проклятии царь с дочерью или нет, неизвестно. Но несколько месяцев спустя видели на Айтадорской скале молодую женщину, которая с отчаянными криками бросилась в море. Полагает, что это была та самая царевна, которая пришла забрать богатство, накопленное обманутыми ею братьями. Редактор субтитров А.Семкин